Медик и коллекционер Виктор Пологов рассказывает, палеонтологии заинтересовался давно. Неординарным увлечением заразила семью. По выходным дружно ходили в походы, искали аммониты. Постепенно коллекция росла, и в какой-то момент наступило желание показать ее другим. На реализацию идеи, сбор средств и определение с местом расположения ушло два года. Здесь можно и увидеть, и прочитать. Краткую информацию мы обязательно изложили обо всех находках, которые есть. И более того, даже прикоснуться. Мы специально в конце выставочного этого павильона поместили достаточно большого аммонита, которому 140 миллионов лет, и разместили его без каких-то заграждений, чтобы люди могли не только посмотреть, но и прикоснуться к истории. Выбор Штоллин, Центрального военно-морского музея Украины местом экспонирования палеонтологических находок не случайно уверяет Сергей Круглов. Часть обширной коллекции обнаружена в отвалах, образовавшихся во время строительства объекта 825. Эта коллекция уникальна не только для нашего города, для Крыма и вообще-то для всего нашего постсоветского пространства. Конечно, сложно ее сравнивать с Чикагским музеем палеонтологическим, но у нас есть экспонаты, которые наверняка составят раритет и для Чикагского музея. В новом музее на самом деле немало редких экспонатов животных, застывших в камне миллионы лет назад, подтверждает Виктор Пологов. Фрагменты челюсти мозозавра – это уникальная находка. Должен сказать, предыдущая аналогичная была сделана в 1913 году на территории Севастополя. Были найдены фрагменты челюсти крокодила. И тогда эта находка была описана в имперском вестнике. Прикоснуться к истории, застывшей в камне, можно будет с 1 января 2014 года. Именно на этот день намечено открытие Музея палеонтологии в Балаклаве. Владимир Сорокин, Дмитрий Слизовский. Программа «Наше время».